Всем привет! Вы на канале Happy4. С вами Олег и Анастасия. Мы в Коско сегодня. Немного о нас многие смотрят. Кстати, наши видео не подписываются, нас не знают. Мы из Белгорода, Россия. Сейчас мы живем недалеко от Бостона, США. Ходим по магазинам, снимаем видео. В основном про Коско. Сегодняшнее видео это рекордное. Седьмое подряд видео про Коско. Мы уже не все снимаем. Прошлое видео уже не выкладывали. Уж одно и то же как бы надоедает. Но ничего. Мы снимаем маленький блог наш про жизнь. Никакой политики. У нас все просто. Кто-то пишет комментарии хорошие, молодцы. Кто пишет плохие, мы их блокируем. Потому что оскорбление участников или нас ни к чему хорошему не приведет. У нас все просто. Так что если вам это подходит, оставайтесь с нами. Нет, в интернете всегда можно найти что-то более подходящее именно для вас. Ну все, мы шопимся. Итак, начнем обзор с посуды. Вот здесь такой набор. У нас есть набор этой фирмы, но другой рисунок. Видите, здесь вот такой. Нам нравится. Тонкая, легкая. Ну цена, видите, 100 долларов. За сколько мы покупали наш, Настя? Кто же за 100, наверное, 10 или что-то? Нет, там скидка была. Скидка была. Ну мы со скидкой бывали. Так, небольшой обзор по домашней, точнее по кухонной технике. Это что такое? Ага. Вот такой нинджа. Цены, видите, разные. И маленькие, и большие. Я некоторые вещи даже никогда не использовал. Духовой шкаф электрический. Так, пойду я теперь на эту сторону. Тарелочки такие. Керамически симпатичные. 8 каких-то для выпечки. Тяжеленькие немножко. 10 долларов. Мы покупали пару сковородок в Икеа. Ну, пластик портится. Будем думать о замене. Ну, который пластик, не подгоряющий покрытие. Легкие, значит, Настя, не очень. Ну, может, мне кажется, легкие. А, Тефаль, нет. Это вообще. Алюминиевые у нас икеевские. У них такое дно дополнительное здесь, толстое. Прям качественное. Ну, к сожалению, покрытие уже портится. Это чугунная. Да, это Тефаль, это Настя взяла. Это чугунная. Чугунная. Чтобы не поднимать, тяжелая. Да, ну, поднять можно. Цена 20 долларов. С силиконовой ручкой. Что здесь такое? Мне Тефаль не пугают. Нет, Тефаль мы как-то покупали раньше еще в России. Темнеет этот термоспот. Ну, это не такая. Не, на икеевские те были лучше. Надо смотреть какие-то более качественные сковородочки. Это просто комплект. То есть трех штук. Да понятно, Тефаль. Но Тефаль не самый лучший вариант. Алюминиевые, дешевые. Те у нас получше, Настя. С металлическим дном, с остальным из нержавейки. Они как-то лучше держат температуру. Не пригорает. Там, где газ дует. Так, набор ножей за 140 долларов. Недешево. Мы увидели какие-то контейнеры. Это для всякой мелочевки. Для сэндвича, для галлон. Нет, это для пакетиков. У нас есть коробка с пакетиками. Зачем еще контейнеры для пакетиков? Мне кажется, это маркетинговый ход. А, смотри, можно вот так? Ну, все. Специально рассчитано на таких хозяек. Посмотрите ее лицо и запомните. Вот на кого рассчитаны эти все бессмысленные коробочки. Надо купить. Надо. А то ты будешь жмот опять. Да. Ну, что, пишите комментарии, кстати. Я не обижаюсь, если честно. Я жмот и есть. Ну, как бы иногда надо включать режим жмота. Хорошо, снеки положить вот так. Снеки. Закуски, перекуски. Да, вот. Мы стараемся говорить на нашем родном языке. Не используем всякие слайсики. Паунды. Есть слово фунт, значит фунт. Так, это всякие ковровые дорожки. Мы пока не будем делать их обзор. У нас все самое необходимое есть. Мы снимаем часть дома. И мы тут с нуля все начали. Уже накупились. Всяких ковриков, всяких паласов. Это было в давних-давних видео. Настя хочет вот такой коврик большой на кухне. Зачем, непонятно. Возле раковины. Стоять на возвышении. Возвышаться, как царица кухни. Да, Настя? Ланч-боксы. У нас София есть, мы покупали. Ребенка тяжело, значит, будет таскать. Не, не, не. Она наоборот, наверное, там... Так, цена 20 долларов. А вот такие контейнеры за 25 долларов. Вляйте, сколько много мы в Икеа покупали. Стеклянные. Мне как-то на работе сотрудник говорит, типа... Ну, коллега говорит, не Олег, не гриф пластиковых. Это вредно. И я перешел на стеклянные. Вожу еду иногда в офис в стеклянном контейнере. Что еще? Чашки? 6,97 пластиковых стаканов. 8 штук. 8 пластиковых стаканов. Многие американцы... Вот я еду в метро на работу. Они сидят там всякие кофе со льдом. Да, да, у них там стаканы все. Мне это как бы не понять. Неужели нельзя было найти дома 3 минуты, попить спокойно? Надо таскать с собой. Быстро, быстро. Капец. Она 3 минуты раньше встать и выпить спокойно в домашней... Женщина встает, завтрак приготовил. То есть, она ей даже кофе некогда. Ой, бедняжки. Ладно, все. Это кофта в подарок, бесценно. Скоро Новый год. Настя уже смотрит ароматические штучки. Ну, у нас есть свечки, мы еще не сожгли. Одна нам понравилась. Дай понюхать. Приятно пахнет. Ну, у нас есть пока. Нет, спасибо, я не хочу нюхать туалет. Спасибо. Начинаем с лепешек. 4,50. И вот здесь подробнее покажу. Вот их несколько штучек. Мы их в микроволновку, сыроломтик. И отлично. С чаем. 11 долларов, 4 фунта. Вот такие вот фрукты. Настя хочет другие. Эти какие-то, видите, зеленоватые. Зеленью отдает. Ну, камера чуть-чуть не так передает. Камеры телефона я снимаю на Самсунгу. Что, Настя? Тоже 11 долларов. Чуть-чуть другие. Пооранжевее. Не старинные или... Нет, бери мохнатые. Мне как-то персики люблю. 6 лет был в Феодосии первый раз с родителями. И мне запомнились мохнатые персики. Знаешь, детское впечатление. С тех пор я люблю персики. Тогда они были классные. Да, Настя, возьми такие. Ну, поспеют. Вот эти давай я возьму. Любимые. Все? Ладно, выбор за тобой. Да, иногда простой выбор становится непростым. Ну, просто зеленые возьмем, а не будут. Ну, поедим потихонечку. Сегодня мы будем брать всякие фрукты. Вот такая сетка. И сколько? Лимоны возьму, скажу. 7,99. Какой размер? 5 фунтов. 8 долларов. 4,5 килограмма. Вот такой пакет. Монят. Да. Настя имеет лучший нюх. Мой нюх не такой совсем. Короче, эмоции не впечатляют, да, Настя? Ну, она где-то там протухшая. Чего-то и запах какой-то неприятный. Ладно. Пойду я за лимонами схожу. Это не самое лучшее видеообзор. Какая-то меленькая. Ничего, Настя, я умею чистить. И мелкую, и крупную. Ну, я чище еще. Молодец. Ты же глава кухонного хозяйства. Ладно, пойду я дальше. Что-нибудь да выберет Настя. Мне нужно пакет лимонов. Это 5 фунтов за 7 долларов. И что-нибудь я такое найду. Надеюсь, хорошее, не порченное. Настя решила сделать лимонад. Все, отлично. Ну что, Настя? Все? Картошка, видите, есть. Ладно, все нормально. Идем дальше. 5 долларов 6 штук авокадо, да? А мы только что были в холл фуд маркете. Там одна штука стоила сколько? 2 доллара. Ну, 2 доллара, е-мое. 2 на 6, 12. Сравните, костка магазина находится друг от друга в метрах в 300. Костка гораздо дешевле. Это факт. По некоторым вещам однозначно. Ну, придется ждать, пока созреет. Возьми, созреет. Дома у нас еще есть. Ты сказал, 2 штучки есть. Так, и огурцы. Помидор мы в прошлый раз взяли. Накупили, и они у нас еще остались. Помидоры 6 долларов. Три фуды, блин. Помидоры. Огурцы. Что-то меня переклинило. Так, и возьмем мы хлеб. Костковский. Потому что хлеб что-то стали все быстро есть. Даже такой вот. Так, он какой-то жест. О, Настя, ничего я возьму. Мягенький, хороший. Я возьму еще. А, кстати. Цена вопроса. Цена вопроса 8 долларов. Сейчас я пойду тебе выберу арбуз. Подожди, я сейчас покажу, какой тут есть хлеб. Есть багеты. Багеты за 6 долларов. Есть вот хлеб, который без всяких там орехов, семечек, прочее, прочее, прочее. Тоже нормальный. В целом нормальный. Вот мягкий. Хороший. И цена 6 долларов. Меня вполне исправят. Что в последнее время мы его покупаем. И он такой не кислый. Хороший. Так, вот там где-то Настя. Пойду сейчас. Арбуз выберу. Смотри, бананы 2,39, а тебе 2,49. Раньше разбирали так были. Так, а бананы органические 2,50. А это неорганические бананы, Настя. Ну я куплю неорганические. Ты что, шутишь? Покупай органические. Потом мы станем неорганические. Олег, это бананы. Ты решил выбрать самые зеленые? Мне бы, знаешь, как, чтобы однослятки были зеленые и желтые. Но ты сейчас ешь зеленые. Зеленые и желтые? Ну прям-то я не знаю. Это, как я помню, в школе одна девочка тест проходила. Мне нужен муж богатый, но чтобы он меня слушался. Какой он? Вот видишь, умничка, нашла. Так, гора арбузов 6 долларов. Любой из них. Как видите, здесь уже все выбрали. Туда лезть. Сори, сори. Сори. Окей. Будем выбирать. Берем яблоки. 6,5 долларов. Вот такой пакетик. Вот 6 долларов. Мы лично брали вот такие. Галла в жестком. Причина, если забраковала те. Галла. Органические. Что тут еще интересного? Да ничего. Департамент сельского хозяйства. 3 фунта. Идем вовнутрь. Там холодильник со всякой вкусняшкой. Итак, клубника, видите, 5,70. Вот такая. Вроде бы неплохая. Есть вот такие ягоды. За 8 долларов. Виноград 8 долларов. Вот такой. Выглядит неплохо. Но мы пока покупать не будем. Настя вон кукурузу. София любит кукурузу. Кукуруза стоит 7 долларов. 8 качанчиков. Может не самая лучшая, которую мы ели в жизни. Я помню, турецкая на пляже в Анталии нам запомнилась. Такая же? Ну, у них отца слажа была. Или когда-то магните в Сочи мы покупали, Настя, кукурузу. Была классная. Именно которую варить надо. Цукини всякие разные. Клубника у Настя порылась там в контейнер в углу. Клубника на гидропонике. Ну, возьми, конечно. На гидропонике. Ну, вон написано, видишь. Гидропоник. Это, смотри, какие они. Тут есть большая структура. Настя, я не знаю. Вон, мне кажется, точно такая. Наверное, ты берешь вот это вот, Настя. Да, это по качеству денег. Да. Впрочем, Настя пошла в угол, а можно здесь посмотреть. Вроде бы выглядит одинаково. Ну, что? Ну, возьмем там, пороемся в глубине. Посмотри. Нормально? Все. Я молодец. Красные, они неплохие здесь. Коробочка стоит 6 долларов. Ну, в этот раз брать не будем. Они такие не сладкие, не переслаженные, приятные. Хотим выбрать рыбы свежие, чтобы потом засолить. Да, Настя? Так. 26 с копейками. Сколько здесь? 2,4 фунта. Ну, это килограмм с небольшим. Здесь, ну, видите, 11 долларов за фунт. Можете пересчитать. Курс доллара там 94 рубля. Фунт 453 грамма. Что? Если рыба красная такая, это... Нет, это другая. Значит, другая. Сэм. Или салмон. Нет. Да. Салмон. Да, сэмон. Сэмон. Эл не произносится. Короче, этот дикий. А этот на ферме выращенный. Более светлый. Какой бедный? На ферме? У него на ферме жизнь более бледная. Поэтому и мясо бледное. Рыба как можно брать? Такой или такой? Да возьми и дикого. В чем это? Попробуем давай дикого. Берем сюда такого. Пакетики, видите, в трубочке тут. Все сделано для людей. Иногда пакетиков, правда, нет. Ну что, Настя, какое? Сейчас выберу. Давай, я что-нибудь выберу. Сколько здесь? 28 долларов. 2,5 фунта. Ну, вылет ничего. Костей нет. Поэтому. Настя умеет солить. Будем кушать. Что, Настя, через день будет готово, да? Сутки. Сутки. Все, идем дальше. На что? Курицу. Курицу. Кстати, некоторые подписчицы писали, что ты командуешь, когда выбираешь. Вдруг кто-то пишет, я командую, когда мы выбираем. Как ты думаешь, как у нас на самом деле? Оба. Оба, да? Люди жалуют, возмущаются. Почему у вас нет списка? Список есть. Но у нас шопинг, знаете, такой расслабляющий шопинг. Мы идем, видим что-то и покупаем, что нам нравится. У нас закончилось куриное филе. Видите, здесь рулон, бумажное полотенце. Потому что они бывают мокренькие совсем. Так, а цена филе? Итак, смотрим. 37 всего. Потому что здесь цена 6 за фунт. Давай вот так, что не текло. Не текло? Давай, я вот так, а ты обмотаешь. Короче, я обмотаю. А, Настя, вот так. Ну, короче, я однорукий. А не я? Ну, все. Я команду. Ты командуешь. Да, давай команду. А я буду пакетик держать хотя бы одной рукой. Вроде я как участвую в покупке. Все, ну, короче, у меня самостоятельная женщина справляется. Она, кстати, безработная домохозяйка. Пока. А я работаю. В одной из американских компаний. Слава Богу. Не в каком-то типа ИП. 7,5 долларов. Органические яйца. Это дешевле, чем в всяких других магазинчиках. И нам нравится. На вкус. Такие дела. Теперь нам нужно купить воды. Мы берем всегда вот такую упаковку. 40 бутылок. По пол-литра. И детям удобно пить. И нам. И недорого. Настя нашла огурцы. А ну-ка, давай. 1538 миллилитров. А какая цена? Ну, сейчас за ценой я съезжу. Цена вот где-то вот здесь. Долларов. 7 долларов. Недешево. Настя говорит. Ну, София любит. И Настя любит. Как я вот посмотрела. Тут получается нарезанная... Грудка. Это... Индюшинная грудка. Состав совсем хороший. Видите, состав простой. Не, подожди, а написано органический? Нет, органический. Кошеры. Видите, что без нитратов или нитраты какие-то? Ладно, давай попробуем. Я предпочитаю органик, потому что написано, может быть, только то, а чем ее кормили? Это утром-назавтра. Хорошо, хорошо. Кстати, некоторые мне нравятся, что показывают тебя крупное, Настя, крупное твое лицо. Поэтому я отойду, отойду. Есть такие тут полуфабрикаты. 16,80. Какие-то вот такие, даже не знаю, что это на самом деле. Здесь вот такие шарики за 10,40. Другие вот. Такосаки за 17. Вот такие. 14,70. Мы много не пробуем, потому что смысла нет. Много тут такой острой пищи, или мексиканской именно пищи. Мы не любители такого. Так, 14,99. Какие-то питьевые такие, йогуртные. А это? А, вот, 6 долларов. Греческий йогурт. Возьмем. Я хочу попробовать с йогуртом сделать пирог. Малокалорийный. Маска. Коска. Органический. Греческий йогурт. Ну, отлично. Попробуем. Что ты хочешь сделать? Пирог. Пирог? Ясно. Именно с йогуртом. Почему попробуем? Я нашла в инстаграме, хочу попробовать. Нашла в инстаграме, хочу попробовать. Может быть, плохо слышно. Настя не захотела использовать микрофон, так что прошу не кидать камнями. За звук. Ну, получается, он как чизкейк, который именно сделан из чизкейка, из крем-чиза, из творожного сыра. А это будет из йогурта. Я хочу вместо сыра попробовать. Любимая, я за любой кипиш, кроме голодовки. Мне вот интересно, получится? У тебя все получится. Настя умеет делать торты. Имела опыт красивых тортов изготовления. На заказ. Начали продавать бриджи. Настя говорит, вот брючки, но не в обтяжку. Цена 17 долларов. Женский. DKNY. Здесь в Котко есть такой, видите, раздел, отдел с вещичками. С недорогими. Некоторые фирменные, некоторые не очень фирменные. Ну, или я их не знаю, просто этих фирм. Это мы-то ничего любите. Ничего, Настя. Так, Настя, давай, рассказывай что-нибудь. Обзор детский. Давай, проводи, я буду повторять. Ты же без микрофона. Вот, Кельмин Кляин. Кельмин Кляин? Это футболочка. Это как пижам. А, вот, смотри, вот он. Кельмин Кляин. Стоп, 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 давай, а то не спивай. Это футболка, шортики. 20 долларов. 20 долларов. Это вот такая курточка детская. Стоит 16,99. Курточки 17 долларов. И видите, разные-разные расцветки. Они 17 долларов. Разные расцветки. Шорты пумовские. 12 долларов. Две. Две штуки. Штуки. Черненькие светленькие. Так, надо мне еще дальше отойти, а то вообще не видать. Нифига. Это вот малыши. Видишь? На мелкие деток. Это вот этот вниз. Тоже двойной. Они стоят две штуки, девять долларов. Десятка. Маркетинг и выход. Сначала указываем меньшее число, а второе число округляем по максимуму. 99. Так. Адидас. Адидас. За двадцатку. Набор из двух штук. Цвета разные. Красные, серые, синие. Даже что это, розовые что ли? Тут на разные. Точно. Ну да, девочки, на два годика. На 9 лет. А вон синие всякие варианты. Можно найти размеры разные. Даже не надо смотреть на воротник. Можно по ленью увидеть, какой размер. А это такие. Прямо на малышню. Кто-то из подписчиков спрашивал, сколько стоят детские вещи. Видите? Маленькие маленькие. Так, сколько маленькие? Ну вот. Для малышей. 15 долларов. И видите? Два ПК. То есть две вместе штучки. Здесь там четыре штучки. За десятку. И разные-разные. Но очень приятные. Производство. Костка марки. Киркланд. Хорошенькие. Станиски. 13 долларов. 14, любимая. Я в такие к Софии. За 13 не купишь. А, вот, смотри. На Софии. На Софии. Ты думаешь? Сегодня пятница, кстати. Народу здесь очень много. В целом. Там, где продукты. А где не продукты, тут. Да, можно вернуть, кстати. Ну что? Нет затягивания. Нет затягивания. У нас София очень худенькая. Встроенная девочка, но худенькая. Любит мороженое и чипсы. Заказала мне мороженое и чипсы. Я говорю, хорошо, София, посмотрим. Но мама сказала, нет. Мороженое много есть. А, смотри, это затягивается. Затягивается, Настя. Его можно взять. Короче, ребенок будет без мороженого и чипсов сегодня. Пусть есть здоровую пищу какую-нибудь. Да ладно. Я скажу, нету, София, подходящего. Она лейс спросила. Здесь лейс нет. Потому что лейс мягкий. Лейс мягкий, а костковские, которые здесь продают. Они реально жесткие. Так, ну что, любимые? Мне вот эти нравятся. А размер подходит нашему ребенку? Сейчас я... А, подожди, я хочу сказать, затягивается. Ну, смотри. Смотри, смотри. Я отойду чуть подальше. А то прям как-то я камеру близко-близко. Ну что, получилось? Ну, оно не очень удобно, когда сильно затягивает, Настя. Оно же давить будет, когда приседаешь и прочее. Нет. 14 долларов. Левайс. Нет, ну вот, смотри, затем изможно. Затем изможно. Ну, возьми, потом мы... Такой вернём. Вернём, да, если что. Посмотри, какой больше размер подходит. Может, Софии понравился. Вот так смотрится. Есть цвета розовый. Есть такой. Смотрится вот так. Мне кажется, бежевый, да. Левис. Или Левайс. Левайс, правильно. Левайс. Да, это забываем. Давняя-давняя фирма. Ну что, Настя? Я вот думаю, какого цвета. Да бери вот такого. Серенький. Ну, серенький. Тут грязи мало. Мы живём в такой местности, где очень мало, ну, как бы, пыли, грязи. Не так быстро марается. Дети в школе сидят прямо на площадке. На земле. Да можно просто Олег. Не обязательно Господи, так при всех. Всё. Заверни. И пойдём. Всё, а то мы тут застряли. Чё-чё? Это написано Cargo Jogger. Ну, это стиль штанов. Я, как свинья в апельсинах, в стилях штанов. А вот смотрите. Прости меня. Так, кладём наверх, куда-то там, ну, на яйца. Корзина, видите, наша уже заполняется, заполняется. Перебазируюсь поближе к Насте. А вот футболки Левайс. Футболки Левайс. Ну, это нормально. Так, это по 10 долларов, а эти 20 долларов. Такие литровочки. Да, мягенькие. Чёрные, Олег. Чёрные и беленькие. Оригинал. Ну, ассортимент есть. Можно выбрать. Представляешь, две штучки по 5 долларов. Две штучки по 5 долларов. Слабо такое найти. А вот штаны, Настя, говорит, пумовские. И вот серые. Я их сегодня, кстати, одевал дома. На улице у нас захолодало. Было 18 градусов. И дома захолодало. Дома в Америке очень такие неутеплённые, старые. Пума, да. Один в один. Я их ещё ношу. Ну что, куда? Ну пошли вот так, пройдёмся по женскому. По женскому пройдёмся? Ну ладно, идём по женскому. Не знаю, женская, не женская. Это женская 15 долларов. Да, леди. Вот такие всякие штанишки. Вот куртка джинсовая. Куртки джинсовые за 20 долларов. А вот другая одежда. Какая-то, не знаю, домашняя. Ну домашняя. За 13 долларов. Что там? За десяточку вот. Что это? Ну вот такая вот. Дома ходить. Нормально. Что там Настя другого нашла? Шорты? Настя умчала. Без комментариев. А вот, видите, цены. 10, 8, 7, 6. И всякая-всякая всячина. Всякие маленькие, большие. Ну тонюсенькие совсем. Так, отведу подальше телефон, чтобы показать какие тут варианты. Впрочем, недорого можно в Костка поесть, купить. И одеться недорого можно. Вот еще всякая разная. 13 долларов, десятка. Футболка. Какая футболка. Вот такая. И вот с капюшончиком. Десяточка. Так, Настя пошла до какой-то там вешалки. С купальниками. В принципе, еще... Цена вон там, 14 долларов. На все. Я не знаю, Настя. Там вон ценник, наверное, или выпал, или завернулся на другую сторону. Обошел с другой стороны. 9,97. Всякие разные там футболки. Всякие разные платьишки. Это платьишки за 14 долларов. А вот платьишки за 10. Ну, 9,97. Ну, на любителя. Рассветочка. Настя хочет такой купальник купить. А я забарковал расцветку. Настя, покажи еще раз. Ждем комментарии. Брать, не брать? В следующий раз придем, да? Да, в следующий раз придем. Хотя, кто тебя из зрителей на пляже-то увидит. Ладно, бери, Настя. Ладно, бери. Я сказал, что не нравится. Но, главное, любимое нравится. Бери, Настя, бери. Вернешь, если что. Ну, бери. На пляж уже не поедем в этом году. Ну, пусть будет. Это любимые Настяны компетенты. За 11 долларов. Ладно, поехали дальше. Тут пробочка. Пятница. Пробки. Бери, какие-то интересные. Что тут неинтересно? Так, 10 долларов такие. Это 11,70. Что это? Ну, помнишь, мы и всякие брали такие? Ну, просто что-то не помню. Ладно. А, для табульки шахал. Не бери пока. Ребенок сильно много есть всяких сладостей, углеводов. Надо что-нибудь такое растительное пытаться ей впарить, да? Но не получается. Полотенечко. За 40 долларов? Или за 7 долларов? Я не пойму. А, это комплект. 7 долларов. Говоришь, крючок. 7 долларов. Елочные игрушки. Уже ж Новый год на носу, е-мое. Сегодня какой у нас августа? 25 августа. Уже гирлянды. Здесь ранее продают, чтобы люди не успели потом вернуть. Распродажи все заканчиваются. Потому что здесь любят, попользовался и вернул. Так, что здесь такого? Всякие подушки. 25 долларов. Вот такие. Мы как-то брали в Костко? Ну, не очень. Нам не понравилось. Быстро приходит в негодность. 20 долларов. Вот эти. 23 доллара. Какие-то рулонтишки. А, это накидки. Итак. Был вопрос, с чем тут бреется мужчина. Ну, мужского пока не вижу. Женское. 25 долларов, видите. 20 долларов. 25 долларов это вот такое, Олег. Так, и здесь. Олег, вот 25 долларов. А, 25 долларов. И видите, сколько там? Десяток кассет. Да, а это одноразовые, я так поняла. Ну, наверное, одноразовые. И они стоят 20 долларов. Дальше, сейчас, что мы еще покажем? Спрашивали про детские вещички. Сейчас мы обедем и покажем еще больше. А вот и мужская часть. 23, 99. Видите, здесь мактурбо одноразовые. Нет, ну, им дают кассеты, видишь? Ну, вот, да. А сколько там полосочек металлических? А ну-ка, дай ближе, покажи. Пожалуйста. Так, ну вот, 4 лезвия. Комфортное бритье. 16 плюс 1. И сколько стоит, Настя, я что-то не врублюсь. Где ты это взяла? 52,99. Так, цена? 53 доллара. Так, ладно. А вот это вот? Так, а вот это вот, я ближе подойду туда. Это пенка, наверное, для бритья. Да. 11,99, хорошо. Так, любимая, сейчас, ну, мне... А смотри, вот еще у меня. Сейчас, подожди, подожди. 12 долларов. А это сколько стоит? Это 5 лезвий. 5 лезвий. Здесь уже крем, после бритья. Набор 10 долларов. 7 долларов, вот я говорю, здесь. Дуэли, например, дешевка. Дешевка, не дешевка, но как-то... Конкуренты должны же с чего-то начинать. Хэрис. Хэрис какой-то за 30 долларов. Я пользуюсь другим, поэтому не подскажу. Женец. Так, вот еще какой-то Венус другой за 30 долларов. Тоже, видите. Кассета и запасные, крючостонок, запасные дела. Здесь вот другие, за 26 долларов фламинго. Здесь вот еще за 20 долларов. Короче, я в них не разбираюсь, просто показываю вам, что тут есть. Чем чистят зубы здесь? Чем чистят зубы здесь? Здесь его полгейт, а в основном туда как-то есть крест. Крест тут популярный. Видите, в Коско продается по несколько штучек. Это первый раз. 15,50. Так, а вот еще за 25,99 что-то такого интересного. Сколько здесь штук? А, это только колек. Четыре. 45 долларов. Настя нашла, что такое? Это клеится, чтобы улыбка белая была на зубы. Американская улыбка. Вот чем они отбеливают. Вот чем отбеливают. Это на ней все-таки Орл Би. Орл Би. Ну, Орл Би, мы раньше пользовались Орл Би. 15 долларов. Видите, несколько штук. А это, это, как оно? Зубная нить. Да, какая большая. А сколько там, там написано, какая длина. Должно быть написано длина, Анастя. Тут большая. Больше. А вот Орл Би тоже есть. Ну, 180, 165 метров. Нормально так. Чистить не перейти, чистить. 165 метров, это дофига. Это что? Ну, наверное, какие-то ополаскиватели. Я уже не соображаю. Так, ладно. Я думаю, с зубной частью мы сегодня закончим. Женская часть. 45 долларов. Видите, вот такой вот наборчик. А вот здесь Аллей. За 36 долларов. Скидка на него 10,5. И вот такие разные фиолетовые. 50 долларов. 46 долларов. Я в них не понимаю. Ну, Настя мне когда-то говорил, что Аллей вроде бы ничего. Фирма. Да, Настя? Не убегай. Был вопрос про детские вещички питания. Вещички мы там встретили. А вот про питание не знаю. Вот еще тоже. А ванилла кикс шейк. Короче, есть что-то вот такое. Вот семилаки. Наши детки уже большие. Семилак 50 долларов. Это чего? Это вот такие коробки, что ли? Да. Ого, тяжеленькая. Питание. Вес какой? Килограмм. 130 грамм. Так, сейчас отъеду. А это салфетки. Так, это вот салфетки какие-то здесь 17 долларов. Сколько здесь? 720 штучек. Это еще какие-то там... Памперсы. Так, Настя говорит, что вот здесь эта марка популярная. 116 штук, да? Стоит вот 42 доллара. 42 доллара. Я не знаю, дешево это или не дешево. Ну, как бы... Для новорожденности маленьких. Для новорожденности здесь вот эта известная более нам фирма. Это до 6 килограмм, да? 35 долларов 100 штук. Есть вот Косковская, 35 долларов. А, те, получается, трусики. А, те трусики. Это обычные, которые... Как давно это было? Как давно это было? Нашему младшему ребенку 11 уже. Уже очень давно это было. Это Киркланд Косковская? Да, Киркланд Косковская. Вот они тут делают что. 35 долларов. Я не знаю. Я не сравнивал. Вопрос в том, что в количестве и в качестве. Может быть, разные форматы. А это детские салфетки. Так, детские салфетки. Так, да-да-да, я заеду. Заеду, точнее. 4 доллара скидка, а так 20-ка. Так, ну, вроде бы и все. Да? Сейчас пойдем еще сладости чуть-чуть детям прикупим. Ну, что-то тут я не вижу. Илья звонил только что. Да, большое количество смеси нет. Смеси тут нет, да. Может, в каких-то других магазинах. Ну, пока вот так, с обзором. Настя увидела средства для мытья посуды, посудомойки. Берем. Неплохие. Поэтому, хотя еще осталось. Хотя осталось еще четверть, но скидка сейчас есть. Не прокиснет, не пропадет. Так, ребенок просил печенька и прочее, прочее. Так, что под орешком? Видите, 13, 14. Вот такие вот всякие. Очень много здесь орехов. Всевозможные фасовки. Хочешь такие? 10 долларов. Когда-то мы брали такие. Ну, давай, уже давно не ели. Погрызть, это как раз, наверное, мой вариант. Не сильно сладкая. Какая масса? 20 унций. Ну, я не знаю, сколько это в граммах. Настя нашла вот такой мясной перекус. Да. Итак, Настя, нужны мармеладки? Смотрели, белвитта только другой. Белвитта только другой. Ну, я не знаю тогда. Вот этой мы брали раньше, пока еще осталась коробка. Другой белвитта, дробери. А он, мы берем скорее. Так, Настя, а где мармеладки, Настя? Давай, попробуй. Я не знаю, Настя, не бери тогда. А какие-то какие-то коробки у нас называются? Так, вот какие-то за 16-80 сладостей. Сладостей тут очень много. Неохота время тратить. Другой раз, наверное, покажу. Вот какая-то велочка. Нету тех. Они видишь в виде халлина. Так, Настя, мармеладки. Давай не отвлекаться. Мармеладки где? Мармеладки. Вот, я сейчас показываю. Нет, нет, нет. Мармеладки только... Нету тех, кто меняли, говорю, халлину, а не скорее всего. Нет, там было название другое. Это название фирмы другое, Настя. Там мото. Там мото. А это какие-то вообще непонятно кто. Поэтому я и торможу. Сейчас пойду поищу сам. Есть такие органические мишки с 17 долларов. Но они не нравятся нам. Брать не будем. Людей сегодня немало. Кассы загружены. Парочка уже устала. Закрылась. Ну что, Настя, не нашла. Короче, то, что ребенок просил, мы не смогли. Два из трех найти. Так, Настя, фастфуд нас ожидает сегодня по плану, нет? Что ты хочешь? Я не знаю. Хоть что-нибудь хочу, есть хочу. Ну а что будет? То, что мы купили здесь. Хочешь курицу? Ну, наверное, курица, да. Здесь неплохого качества. Илье понравилось. Не помню, что мы там ели. Сосиска нормального, похоже, да. Так что здесь. Сейчас мы перекусим. У нас шоппинг на сегодня закончился. Мы потратили 253 доллара. Какой красивый чек у нас. Да, чек вот Настя взяла там фастфуды чуть-чуть. На 9.27. Так, а здесь вот, видите, 8 долларов, 7 долларов, 10 долларов. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И набегает. Сколько позиций? 26. Ну, грубо говоря, вот в среднем десятка. Что мы купили наглядно? Так, наверное, вот так покажу. Всякое разное нам тут поскладывали. Причем даже не покажу, Настя. А ну чуть-чуть, да, я отъеду. Народу сегодня много. Ну вот, корзинка небольшая. Наполовинку заполнена. 253. Да, если бы полную нагрузили, было бы долларов 450. Сейчас ждем фастфуд. Ну что? Всем пока-пока. Молодцы, что досмотрели. Терпения хватило слушать мой занудный голос. Ну все, всем самого лучшего. Пока. Бонус для тех, кто досматривает видео наше до конца. Мы сложили в кладовке все. Водичка. Что у нас здесь? Фрукты добавились. Хлеб, бананы. Это с прошлых раз. Ну а тут чего-то. Только печеньки добавили. Все остальное с прошлого раза. Ну вот, в принципе, все. Все. В прошлый раз мы были, мы видео не снимали. Видите, была скидка. Я тут затарался до самого потолка. Все по-простому. Всего вам самого лучшего. Еще раз спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok